Я сейчас нахожусь в городе, в Кибуце, Байри. Этот город один из первых также принял эту атаку. Были жестко расстреляны здесь люди и солдаты. Вот я покажу вам сейчас разрушение. Кибуц Байри находится на границе с сектором Газа. Еще недавно здесь проживало около тысячи человек. Утром 7 октября боевики Хамас прорвали железный забор и вошли в городок. Они расстреляли более ста военных и гражданских. Сколько взяли в плен, неизвестно. Сейчас в Байри находятся только служащие. Спасатели ищут тела убитых. Солдаты готовятся к наземной операции в секторе Газа. Очевидно, что такого размаха и таких масштабов подобных действий раньше не было. Но мы всегда знали, что Хамас ищет способы причинить вред израильскому гражданскому населению. Уничтожена гражданская жизнь, резня и похищение детей, людей. Это было совершенно неожиданно. Думаю, мы это увидели. И я думаю, главное это последствия. Это позволит нам положить конец продолжающейся угрозе, исходящей из сектора Газа. Хамас прошелся по домам, расстреливая всех без разбора. Детей, женщин, мужчин, домашних питомцев. Там очень много крови. И если честно, даже ощущается вот этот трупный запах и запах крови до сих пор. Сейчас у Байри, как и в других пострадавших от боевиков кибуцах на юге Израиля, работает организация ЗАКА. Она ищет тела, собирает останки, помогает в их идентификации и похоронах. Простите, это очень сложно. Мы нашли тело сожженных детей и женщин-стариков. Вчера здесь нашли тело ребенка 12 лет. А в прошлую пятницу останки обгоревших ребенка 12 и 13 лет и старика. Мы обнаружили, что некоторых людей расстреливали, убивали разными способами. Я не буду описывать, как это было. Это очень-очень тяжелое место. Командир южного отделения ЗАКА Йосиф Ландау провел много конференций после вторжения Хамас. На одной из них он плакал, рассказывая об ужасах, которые увидел в кибуцах после боевиков. И это были те люди, которые работали с ними. Они были друзьями, которые давали им иду и деньги в течение 20 лет. А те пришли, убили их или взяли живыми в качестве заложников. Армия обороны Израиля сейчас готовится провести наземную операцию в Газе. Для резервиста пехоты Йонатана главная мотивация – защитить свою страну. Потому что это вопрос выживания. Мы всегда готовы идти вперед. Мы готовы делать все, что нам скажут. Мы полностью доверяем и уверены в военном руководстве и в том, что необходимо делать. Израиль всегда серьезно относился к безопасности. И мы видим, что страны во всем мире теперь солидарны с нами. Так что это не просто борьба Израиля с этими террористами. На самом деле это борьба Запада, потому что в конце концов Хамас также рассматривает Запад как своего врага. Пока в атаку Цахал не идет. Но, по словам командования, их главная цель – это окончательное уничтожение Хамас. Ирина Сампан для Велсата, Беери, Израиль.